Дупс Тейлз Ты наконец-то будешь дома на День Героев! Мы должны провести его как-то по-особенному! Ох, да... Но в пекарне наверняка много дел, так что... Вроде ты говорила, что твои родители наняли какого-то помощника. Ага, я еще не видела его, и... Если честно, я уже подхожу к пекарне, наберу тебе позже. Пока! День Героев Прекрасное напоминание о том, что я потеряла. Талисман павлина Тики Кота Нуара Но сейчас не время об этом думать. Мама, папа, я дома! Маринет! Прости, что не смогли встретить тебя в аэропорту. Столько дел навалилось. Все нормально. Нужна лишняя пара рук? Нет, нет. Нам хватает помощи Адриана. А ты пока иди распакуй вещи и отдохни с дороги. Ты наверняка устала. Адриан, это ваш новый помощник? Ага. Адриан, иди сюда. Поздоровайся с Маринет. Адриан, иди сюда. 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 Это просто замечательно. Замечательно. Да что вообще может пойти не так? Катастрофа! Мне нужно все спрятать. Немедленно. Маринет. Аааа! Чего тебе надо? Прости, я не хотел тебя пугать. Просто твои родители попросили меня передать тебе, что ужин готов. Ладно. Но пекарня вроде уже закрыта. А ты все еще здесь. Оу. Иногда твои родители приглашают меня поужинать с ними. Но не сегодня. Я уже ухожу. Я бы не хотел мешать вашему ужину в честь воссоединения. Что ж. Увидимся завтра. Пока. Я прибью их. Как жаль, что он ушел. Ты не предлагал ему остаться? Я приготовила достаточно еды. Нет, не подумал. Мама. Папа. Да. Присаживайся, Маринет. Насчет того парня. Адриана. Да. А разве он не... Адриан Агрест, а? Так и есть. Типа сын Габриэля Агреста. Ага. Который был бражником. Верно. И вас ничего не смущает? Мы, наверное, должны были предупредить тебя. Но нам казалось, что ты понимаешь... Он ведь не его отец, милая. То обстоятельство, что его отец терроризировал весь Париж, не значит, что он такой же. Ага. Но кто-то же использовал талисман павлина. Он казался таким потерянным. Ты не поверишь, как мучила его пресса. Он оказался в черном списке у стольких компаний. Разве он не заслуживает получить один шанс? Возможно. Но не в доме у хранителя. Но... Разве он... Не супер богат? Почему он захотел работать в пекарне? Он мог бы отдыхать всю жизнь. О, нет. Он потерял все состояние в судах и участвуя в программе по восстановлению Парижа. Он очень милый. Они и правда в это верят? Мы были так одиноки, пока наша дочь находилась за морем. А он потерял своих родителей. Так что он стал нам как сын. Слезь со стола. Етить колотить. Я обречена. Не могу поверить. Кто-то же использовал талисман павлина, чтобы помочь бражнику вернуть жену. И кто бы это мог быть, кроме сына? У него был мотив. У него был мотив. И даже если нет... Что, если он жаждет мести? Кот Нуар и я фактически лишили его семьи. Не успела я приехать домой, как реальность бьет меня лбом прямо о стену. Спасибо. Отличный способ расслабиться. Сики, что же мне делать? Что бы она посоветовала? Будь бдительна, Маринет. Доверяй своим инстинктам. Верно? Или может... Ты переигрываешь. Тебе следует прислушаться к своим родителям. Или то и другое. Кот наверняка поверил бы ему. Но это ни о чем не говорит. Он всегда видел хорошее в людях. Отлично. Говорю о нем так, будто он умер. Он, должно быть, все еще видит в людях лучшее где-то. Надеюсь, он в порядке. Теперь, когда я вернулась в Париж, мы, возможно, где-нибудь пересечемся. Интересно, если я его увижу, узнаю ли я его? Все в порядке. Все в порядке! Может, он и обманул моих родителей. Но не меня. Нет ни единого шанса, что он знает обо мне. Поэтому у меня есть приму. Нет! Воу! Поймал! Ты в порядке? У тебя такая твердая грудь! Я хотела сказать... Я почувствовала что-то твердое на твоей груди! Может быть, ты носишь там брошь? Брошь? Ты хотела сказать... Ручку? Ага, ручку. Глупая я. Ты выиграл этот бой, мистер Агрест-младший. Насчет угрызений совести. Автор рисует не так быстро, как нам всем хотелось бы. Плюс, по-моему, она слегка устала. Так что продолжение придется подождать. Ну а если вы хотите продолжение свежеиспеченного недоразумения, то ставьте свой лайк под это видео. И поделитесь со своими друзьями, если вам не сложно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!